Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня в начале о главных событиях 10 ноября. Их служба и опасна, и трудна. Чествуем сотрудников правоохранительных органов. Сегодня им 100 лет. Встречи на высшем уровне, подписание соглашений. В республику прибыли делегации из Абхазии, Приднестровской Молдавской Республики. Состоялась встреча уполномоченных по правам человека Южной Осетии, Приднестровской Молдавской Республики, Инала Тасоева и Вячеслава Косинского. Сегодня столетие образования советской милиции. Трудно переоценить значение правоохранительных органов в системе государственного управления. Их деятельность нацелена на обеспечение конституционного и общественного порядка. Сотрудники с честью выполняют самые трудные задачи, стоят на страже мира и стабильности в гостинской земле. На торжественном собрании весь личный состав милиции поздравил Анатолий Бибилов. Многие удостоены высоких государственных наград и званий. Материал готовится к выходу в эфир. Мы к нему вернемся позднее, а пока к другим темам. В Южную Осетию прибыли делегации-участники 12-го заседания Совета и 8-го заседания Межпарламентской Ассамблеи государств-участников сообщества за демократию и права народов из Абхазии и Приднестровской Молдавской Республики. Сегодня гостей принял первый заместитель председателя парламента государства Ланя Инал Мамиев. Ход встречи в репортаже Эльвиры Тибиловой. Гостей из Приднестровской Молдавской Республики принял первый заместитель председателя парламента Республики Инал Мамиев. Он поприветствовал гостей от имени председателя парламента и отметил, что ему чрезвычайно приятно принимать представителей страны, судьба которой так схожа с судьбой Южной Осетии. Республики живут, строятся, развиваются и немалую роль играют парламенты и в наших республиках, и в наших площадках Межпарламентскую Ассоциацию. И будем дальше продолжать сотрудничество. И хорошо, что мы сегодня приехали сюда. Абхазская делегация тоже здесь. И через некоторое время мы обсудим все вопросы, которые мы наметили по повестке дня. Глава делегации, председатель Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Александр Щерба в свою очередь поблагодарил заместителя председателя парламента за теплый прием и внимание. Он также отметил, что помимо свободолюбия наши народы объединяет и большое гостеприимство. Вы делаете большую работу, связанную с организацией, поведением, ассамблеи нашего международного сообщества парламентария за демократию и права граждан. И выразить надежду, что наши общие усилия, вне зависимости от того, кто сегодня является в лидирующих позициях, кто догоняет, увенчается успехом, потому что свободолюбие и право жить на родной земле – это неотъемлемое право любого человека, любого народа. И оно не нуждается в какой-то легометизации и в каких-то указаниях, откуда бы они ни сходили – из Брюсселя, из Вашингтона, из заморя или из каких-то других властных структур. Это право народа. Хозяева и гости обменялись небольшими памятными сувенирами. Заместитель председателя парламента также принял делегацию из Братской Республики Абхазия. Инал Мамиев отметил, что приезд гостей в республику неизменно является радостным событием. Оба наших государства прошли идентичный путь к независимости, и наша радость и скорбь общие, обозначил Инал Мамиев. Очень хорошо, что постоянно какие-то делегации наших республик обмениваются. Нам по-другому нельзя, потому что мы прошли общий путь и трудностей, и радостей. Празднуем почти одинаково и они, и другие. И скорбь выражаем тоже по тому же поводу, потому что в этой жестокой борьбе, войне погибли лучшие сыны Абхазии и Южной Осетии. Глава абхазской делегации, заместитель спикера Народного собрания Парламента Республики Абхазия, член комитета Народного собрания Парламента Республики Абхазия по государственно-правовой политике Левон Гаустян передал слова приветствия от президента и председателя Парламента Республики Абхазия. Поблагодарил заместителя председателя Парламента за радужный прием и внимание, а также выразил надежду на дальнейшую плодотворную работу. Мы с удовлетворением можем сказать, что уходящий год был очень плодотворным для взаимодействия двух парламентов. Народного собрания Республики Абхазии и парламента Южной Осетии. Вы знаете, что не так давно состоялся визит председателя парламента Южной Осетии в Братскую Абхазию. Те переговоры и те договоренности, которые были достигнуты на встречах в Сухуме, они дают нам основания полагать, что впереди у нас хорошее будущее. И обновленное соглашение о межпарламентском сотрудничестве подписано в 2016 году. Спикером нашего парламента, пятого созыва Валерием Рамшуховичем Гамбо, оно подразумевает весь комплекс взаимоотношений. Уверены, что впереди у нас хорошие, добрые дела. Спасибо большое за теплый прием еще раз и всегда рады вас видеть в Братской Абхазии. Заместитель председателя парламента зачитал указ спикера парламента Петра Кассиева о вручении почетной грамоты министру по курортам и туризму Республики Абхазия Автанди Лугарские за вклад в развитие межгосударственного сотрудничества. После этого стороны обменялись памятными подарками. Среди врученных подарков гостей – Евангелие на абхазском языке, монета с изображением города Сухум, изданная на 2500-летие столицы республики, и подарочный набор абхазских вин. Эльвиря Тибилова, Аринат Медоев, информационный выпуск «Сегодня». Президент Анатолий Бибилов принял делегации из Абхазии Пренестровской Молдавской Республики, прибывших в республику на восьмое заседание Межпарламентской Ассамблеи. Клава государства отметил, что отношения, которые складываются между республиками, динамично развиваются. Зарина Кочиева продолжит тему. Приветствуя делегацию из Республики Абхазия, президент отметил, что всегда рад принимать гостей из Братской Республики. Отношения, которые складываются между двумя Братскими Республиками, динамично развиваются, активно развивается и межпарламентское взаимодействие, отметил глава государства. Сегодня у нас есть тесное общение. Я думаю, что те вопросы, которые, опять-таки, вы обсуждали в плане наполнения нашего экономического взаимодействия, она тоже будет, то, что мы считаем друг друга Абхазой истиной, фактически братьями-близнецами, абсолютно понятно. Практически наш путь становления наших республик абсолютно одинаков. Народы наши избрали свой путь, путь своего развития. И с этого пути, конечно, мы сворачивать не намерены. Мы верим в это развитие. Наша республика, она абсолютно связана с Россией. И взаимоотношения, интеграционные процессы, которые здесь у нас в Южной Осетии проходят, они этому свидетельствуют. Я думаю, что развитие Абхазии, развитие Абхазии, оно сегодня прогрессирует. Зам. Председателя Народного собрания Абхазии Ливон Галустян поблагодарил президента за теплый прием, отметив, что 2017 год оказался очень неплодотворным в плане развития двусторонних отношений. Состоялся официальный визит президента Южной Осетии Анатолия Бибилова в Сухум. Очень рассчитываем и надеемся на то, что те братские добрые отношения, которые были заложены, в том числе и вами, Анатолий Ильич, найдут свое развитие и продолжение. Мы в Абхазии тепло вспоминаем ваш визит в нашу страну летом этого года. Это был, насколько нам известно, первый официальный визит заграничный после избрания инаугурации на должность президента. Это, конечно же, о многом говорит, говорит о характере наших отношений и говорит лично о вашем отношении к многонациональному народу нашей республики. Мы этим очень дорожим. Мы очень рады находиться в Схимвале. Мы очень рады тем положительным изменениям, которые происходят в облике столицы республики и в облике всего государства Аланья. Уверены, что этот темп и эти положительные преобразования, которые происходят, они будут продолжены. Мы искренне радуемся вашим успехам. И знаем, что и вы радуетесь нашим. Зампредседателя Народного собрания Абхазии сообщил, что к концу года состоится визит президента Абхазии в Южную Осетию. Президент республики Анатолий Бибилов наградил его Нагалустяна орденом дружбы. Глава государства принял и делегацию из Приднестровской Молдавской Республики. Пожелал руководству и народу Приднестровской Молдавской Республики мира и развития. Желание наших народов к близости, к интеграции, к тому, чтобы наши республики развивались в братском и дружественном направлении. Она нас не покидает, мы это будем делать, ничего нам не мешает. И в этом направлении, конечно же, будем делать конкретные шаги. Я желаю еще раз успехов, протестания, ну и, конечно, мира, что самое главное для любых шагов, которые предназначены для благополучия людей и развития республики. Председатель Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Александр Щерба выразил благодарность Анатолию Бибилову за теплый прием, отметив, что считает его ярким представителем югостинского народа. В такой местности другого народа просто быть не могло. И вы, Анатолий Бибилович, яркий представитель югостинского народа, потому что у вас чувствуется мощь, харизма, целеустремленность. А самое главное, то, что движет миром, то, зачем будущее. Это бескорыстие и открытость сердца. Потому что тот, кто во главу ставит золотого тельца, тот, кто держит камень за пазухой, тот рано или поздно будет поругаем. А когда человек искренне и радушно отдает все, и в первую очередь частичку своей души, каждому, и большому, и малому, и сильному, и слабому, такому человеку суждено славить ту землю, на которой он родился и вырос. И такой человек пишет свое имя в аналой истории большого или малого народа. Таким человеком является Владимир Владимирович Путин для большой нации и для всего русского мира. Таким, безусловно, и вы являетесь для южно-осетинского народа и для народа Приднестровской Молдавской Республики. Александр Щерба вручил Анатолию Бибилову от имени руководства и народа Приднестровской Молдавской Республики высшую награду законодательного органа Приднестровья. Орденский знак за вклад в дело парламентаризма. Глава государства в свою очередь наградил Александра Щерба орденом дружбы. Зарина Кочиева, Ринят Медоев, информационный выпуск сегодня. На повестку восьмого пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств, участников сообщества за демократию и права народов были вынесены семь основных вопросов. В работе заседания принял участие президент Анатолий Бибилов. Подробности в репортаже Алены Оттаевой. Президент Анатолий Бибилов поприветствовал всех участников Межпарламентской Ассамблеи. Отметил, что 30 сентября 2006 года руководители парламента в Южной Осетии, Абхазии и Приднестровской Молдавской Республике поставили свои подписи под соглашением об учреждении Межпарламентской Ассамблеи государств-участников сообщества за демократию и права народов, открыв новую главу в истории развития парламентаризма. Президент также предложил пригласить на следующую Межпарламентскую Ассамблею в качестве наблюдателей, представителей ДНР и ЛНР. Создание Межпарламентской Ассамблеи явилось естественным шагом высших законодательных органов наших государств, законно избранных представителей наших народов, объединенных общностью исторических судеб, справедливой борьбой за свободу и равноправие, разделяющих общие цели и ценности, принадлежность к единой цивилизованной общности и стремления к развитию отношений с Российской Федерацией. Работа Межпарламентской Ассамблеи, направленная на организацию и координацию взаимодействия парламента в наших государствах, определила новые направления в взаимоотношениях Республики Южная Осетия, Республики Абхазия, Приднестровской и Молдавской Республики, во многом способствует расширению взаимовыгодного сотрудничества, обмену опытом, выявлению новых возможностей для взаимодействия. В Южной Осетии считают, что деятельность Ассамблеи внесла существенный вклад в укрепление авторитета наших государств и продвижение их позиций во международных делах, способствовала сохранению мира, укреплению стабильности и развитию демократии как основы государственности наших стран. Значимый вклад внесет работа Ассамблеи в достижении признания государственной независимости Республики Южная Осетия и Республики Абхазия. На повестку 8-го пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств участников сообщества за демократию и права народов были вынесены 7 основных вопросов. Проект закона об увековечении памяти погибших при защите Отечества вынес на обсуждение депутат парламента Республики Южная Осетия Амиран Диаконов. Было отмечено, что для нас этот закон является важным, так как благодаря ему есть возможность воспитывать молодое поколение в духе патриотизма, в духе отстаивания интересов своей страны, любви к родине. Проект закона у нас обсуждался в нашей комиссии еще насколько я помню, в 19-м году. В рамках работы по данному закону парламента Республики еще в 19-м году был принят за проект закона в действующий закон подписан вступил в силу В мае 2015-го года, уважаемые друзья, в данном законе в данный проект закона фактически вошли в сеть параметры модельного закона, который мы обсуждали и который был предложен в столь высоком собрании. И мы сегодня можем говорить, что тот шаг, который в ответственность, которая приняла на себя Юго-Истинская страна в части разработки данного закона принятия, мы свой путь прошли, проект существует. Генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи государств-участников сообщества за демократию и права народов Григорий Маркусов отметил, что память о тех, кто отдал свою жизнь за свою родину, свой народ, должна жить. И со своей стороны внес предложение о социальной защите семей этих героев. Давайте примем его как модельный закон и рекомендуем парламентам значит наших рассмотреть у себя у кого есть закон слава богу у кого что-то из него возьмут добавят у кого нету я считал бы целесообразным действительно чтобы такой закон в каждой стране был поэтому хочу поблагодарить именно парламент Южной Осетии за эту инициативу вопрос был принят об изучении возможности распространения законодательства Российской Федерации о дополнительных мерах государственной поддержки семей имеющих детей в отношении граждан Российской Федерации постоянно проживающих на территории Республики Абхазия Приднестровской Молдавской Республики и Республики Южная Осетия вынес на обсуждение заместитель спекера Народного собрания парламента Республики Абхазия по государственной правовой политике Левон Галустян он отметил что надо провести работу чтобы в национальные проекты реализуемые Российской Федерацией были включены и граждане постоянно проживающие на территории других стран могу сказать о том что часть из этих национальных проектов что касается медицинского обеспечения уже реализуются на территории Республики Абхазия но ряд аспектов данного проекта здоровья пока еще остаются что называется вне поля нашего зрения в нашем народном собрании парламента Республики Абхазия прошло обсуждение вопроса связанного с получением государственного сертификата на материнский так называемый семейный капитал гражданами Российской Федерации проживающими в наших государствах входящих влах данная постановка вопроса также поддержана президентом Республики Абхазии Раулем Джумкевичем Хаджимба вопрос был принят за основу но требует доработки обсуждались и другие не менее важные вопросы важно отметить что следующая межпарламентская ассамблей государств участников сообщества за демократию и права народов тоже пройдет на территории нашей Республики Алена Уттева Александр Кочи в информационный выпуск сегодня в ходе сегодняшней встречи уполномоченных по правам человека Южной Осетии Приднестровской Молдавской Республики был подписан меморандум о сотрудничестве было отмечено что этот шаг позволит в будущем вывести отношения наших республик на качественно новый уровень Елена Газаева продолжит сегодня состоялась встреча уполномоченных по правам человека Южной Осетии Приднестровской Молдавской Республики Иннала Тасоева и Вячеслава Косинского как отметил Иннала Тасоев Южную Осетию и Приднестровье связывают многолетние дружественные отношения прошедшие через испытания по словам Иннала Тасоева основы сотрудничества между нашими странами в сфере защиты прав человека заложены в 2008 году когда было подписано соглашение о сотрудничестве между омбудсменами Южной Осетии Абхазии и Приднестровья сегодняшнее подписание это продолжение которое придаст новый импульс двусторонним отношениям между Южной Осетией и Приднестровьем Приднестровья и Приднестровья и Приднестровья сказывают многолетние трудности наши народы еще одинаковый путь становления развития государственности и трудности и воспитания и трудности и характера наших народов Уполномоченный по правам человека Приднестровско-Молдавской Республики Вячеслав Косинский отметил многосторонний характер сотрудничества между двумя государствами подчеркнув что в течение многих лет активные контакты осуществлялись между Уполномоченными по правам человека Южной Осетии и Приднестровья Цель нашей сегодняшней встречи это не закрыть действия того трехстороннего договора а своего рода создание нового правозащитного инструментария заключительного рамка по сотрудничеству между вами Южной Осетии и Приднестровья сегодня реально лежит не по теме что полномоченный по правам человека является представителем государства в общении с обществом с людьми с народом во время встречи был подписан меморандум о сотрудничестве по мнению обеих сторон подписание этого соглашения позволит вывести сотрудничество на новый уровень поздравить это двустороннее соглашение основан на соглашении которое было подписано в 2008 году это трехстороннее соглашение между омбудсменами Абхазии Южной Осетии и Приднестровья сегодняшнее двустороннее соглашение даст я думаю что новый импульс к развитию наших взаимоотношений в сфере защиты прав человека мы с уполномоченным Приднестровской Молдовской Республики договорились об обмене информации в сфере защиты прав человека проведение совместных конференций мероприятий семинаров по совершенствованию механизма защиты прав человека я думаю что сегодняшнее соглашение еще раз повторяю придаст новый импульс нашим взаимоотношениям Елена Газаева Азиз Багаев информационный выпуск сегодня возвращаемся к первой теме выпуска сегодня столетие образования советской милиции трудно переоценить значение правоохранительных органов в системе государственного управления их деятельность нацелена на обеспечение конституционного и общественного порядка сотрудники с честью выполняют самые трудные задачи которые стоят на страже мира и стабильности у гостинской земли на торжественном собрании весь личный состав милиции поздравил Анатолий Бибилов многие удостоены высоких государственных наград и званий на торжественном собрании посвященном столетию со дня образования милиции приняли участие представители офицерского корпуса руководство республики члены правительства и парламента общественность ветераны министерства внутренних дел эта профессия считается ответственной и трудной именно к сотрудникам министерства обращаются люди за помощью в трудных жизненных ситуациях они всегда стоят на страже закона и правопорядка так было и во время всех войн и в Великой отечественной и во время грузино-остинских войн первой жертвой грузинских фашистов стал именно сотрудник министерства внутренних дел Гришик Санакоев сотрудники министерства всегда на передовой многие сотрудники милиции за мужество и самодерженность награждены высокими государственными наградами орденами и медалями высшей наградой республики в ордене Ватсалунга награждены 20 сотрудников в органах внутренних дел 8 из них последние мы не можем вспомнить наших боевых товарищей погибших при исполнении служебного долга защищая родину и борясь к преступности низко склоняем головы перед их светлой памятью каждый из погибших сотрудников с начала своей служебной деятельности и до конца жизни были двери присяги и служебного долга прошу почти их память минуту начала сегодня министерство выходит на новый уровень работы внедряются новые технологии проводится работа с личным составом налаживаются межведомственные отношения с российской федерацией с каждым годом ряды министерства пополняются новыми молодыми кадрами сильная дееспособная милиция невозможна без поддержки руководства республики понимая понимание всех проблем которые стоят перед министерством внутренних дел выражаю огромную благодарность руководству президента республики за поставленную заботу помощь и внимание разрешили заверить от имени всего личного состава что сотрудники и органов внутренних дел республики Южная Сетия сделают все от них зависящие для дальнейшего развития нашего государства укрепления закона и правопорядка и эти задачи должны исполняться неукоснительно это такая мужская профессия такая работа это родину защищать и эту работу мы будем выполнять с честным достоинством еще раз хочу поздравить всех с днем милиции всех сотрудников органов внутренних дел ветеранов министерства внутренних дел наших гостей со столетними юбилей гостей милиции пусть ваша жизнь всегда будет наполнена радостными событиями одеятельность отмечена признания и уважения людей искренне желаю вам всем здоровья мира благополучия вам вашим всеми бодрости духа успехов и удачи в нелегком но благородном труде служения отечеству удачи вам всем личный состав милиции поздравил президент Анатолий Бибилов он отметил эффективную и нужную работу силовых структур милиция является гарантом обеспечения законности и правопорядка милиция южной осетии сохранила и приумножила лучшие традиции советской милиции и сегодня является одним из важнейших государственных институтов оберегающих жизнь законопослушных жителей республики от криминалов уважаемые милиционеры перед вами стоит много важных задач которые вы решаете с большой оперативностью самодачей и профессионализм в качестве примера можно вспомнить то как быстро летом этого года сотрудники правоохранительных органов раскрыли деятельность присутствующей группы занимающейся в южной осетии киднепиндом и освободили заложники сотрудники министерства внутренних дел всегда проявляют самоотверженность в работе стараются охранять общественный порядок задачи которые стоят перед министерством внутренних дел это в первую очередь считают увеличение усиления доверия людей к сотруднику милиции бескомпромиссная борьба с преступностью наведение должного порядка в республике южной осетии люди должны вам верить люди должны вам доверять потому что вы внутри республики являетесь гарантом безопасности и наведения правопорядка в республике ваша работа это гордость ваша работа она очень важна для народа для республики я уверен что всем профессионализмом всем отношениям которые есть у сотрудников министерства внутренних дел вы с этой задачей справитесь Анатолий Бибилов поздравил и ветеранов министерства искренне поздравить вас с вашим профессиональным праздником сто лет это серьезный срок сто лет это годы наполнения вашей службы профессионалами годы становления годы развития и годы вашей гордости вашими предками вашими ветеранами дорогие ветераны еще раз я вам хочу сказать огромное спасибо за ваш труд за вашу службу уверен что вы знаете что за вами действительно профессионалы и ваше дело будет продолжено с праздником вас в этот праздничный день многие удостоились высоких государственных наград и званий звание заслуженный работник министерства внутренних дел было присвоено Дмитрию Тасоеву и Эдуарду Догузову звание полковника было присвоено Леониду Тедееву Ахсару Тедееву Георгию Кабулову и Диане Гассиевой досрочное звание майор милиции присвоено Андрею Лалиеву медалью к столетию образования милиции был награжден президент республики Анатолий Бибилов Совершенствующий деятельность органов республики Южная Осетия приказывает наградить медаль столетой милиции Бибилова Анатолия Ильича президента республики Южная Осетия От имени парламента работников органов внутренних дел поздравил вице-спикер Сергей Харебов У нас еще셔 почетная грамота которой Попомнат республики Южная Осетия хочет наградить коллектив и личный состав мистерства Думан sensitive за счет стабье заставку развития правоохранительной системы республики Южная Осетия государства Алана обеспечение законности поддержание конституционного и общественного порядка СЗИ со столетия образования советской милиции наградить почетной грамоткой парламента республики Южная Осетия коллектив и личный состав Мистерства Личный состав Министерства внутренних дел Республики Южная Осетия был награжден почетной грамотой парламента. В честь праздника прошел большой праздничный концерт. Сергей Кочиев, Регина Черткоева, Айда Кочиева, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. С пожеланиями здоровья, бодрости духа, успехов в служении Отечеству сотрудников и ветеранов органов внутренних дел поздравили председатель правительства Эрик Пухаев и председатель парламента Петр Гассиев. А теперь сюрприз для радиослушателей Государственного радио ФМ. На программу пришел президент Республики. Сюрприз югостинским радищикам преподнес Анатолий Бибилов. На вечерний эфир радио неожиданно пришел в качестве гостя президент. С огромным удовольствием хочу представить вам нашего гостя. Камера пока еще не переключена. Интрига дошла до своего пика, потому что гость уже в студии и под ваши дружные аплодисменты на ваших экранах прямо сейчас появится президент Южной Осетии Анатолий Ильич Бибилов, дорогие друзья. Ваши аплодисменты! Покупаем! Приятно было, конечно. Очень, что уже у нас эфир проводят вместе с Северной Осетией Алании. Очень было приятно. Но напомним, проект «Привет из Алании» совместный с северостинскими коллегами. Точнее, радиодиджей Александр Битаров давно выступал с инициативой проведения совместных эфиров. То есть, радийный эфир выходил на две осетии и транслировался еще и в интернете в самых разных социальных сетях. Популярность передачи за две недели возросла до невиданных высот. Трансляция в интернете позволила со всех концов света собрать зрителей. Чикаго, Стокгольм, Мельбурн, Осетина отовсюду передавали приветы и пожелания. В том числе, президент Северной Осетии Вячеслав Битаров отправил видеообращение на эфир. На протяжении одной недели наши радиоведущие Алан Схавребов и Нина Кулиджанова вещали из Северной Осетии. А на этой неделе уже здесь, у нас. Первый эфир здесь, в Южной Осетии, в интернете смотрел и Анатолий Бибилов. А радищики, пользуясь случаем, пригласили президента на передачу. Но все же его приход был неожиданным для ведущих. Просмотры и комментарии в интернете посыпались, как только Анатолий Бибилов поздравил своего учителя с днем рождения. Но в первую очередь, чуть-чуть, я извиняюсь перед ними, обойти учителей и поздравить своего директора школы Схавребова Хазби Васильевича с днем рождения. Ему сегодня исполнилось 90 лет. Поздравляю. Аплодисменты звучат в эфире? Я его от всей души поздравляю. Вы, конечно, человек, которого мы очень сильно боялись и очень сильно уважали. После беседа пошла ненавязчиво и тепло. В свою очередь, ведущие поздравили и первую леди с днем рождения. А супруг подарил ей песню собственного исполнения в эфире Радио Ир. Президент Анатолий Бибилов поблагодарил за такой нужный своевременный проект и выразил надежду на то, что такого рода проекты по сближению двух частей Осетии все же будут продолжаться. Они обязательно и очень нужны. Да и сами ведущие остались очень довольны. У нас был довольно-таки большой период, когда фактически радио в Южной Осетии уже и не было. Кстати, спасибо, Алан, тебе за то, что так любишь радио. Это коллектив. Это коллектив. Но у любого коллектива есть идейный вдохновитель, руководитель и этим человеком являешься ты. Поэтому тебе от всех радиолюбителей огромное спасибо. И я уверен, что и развитие радио у нас будет. Анатолий Ильич, мы знаем, что вы очень заняты и вы нашли время. Вам огромное за это спасибо. Большое спасибо, что вы пришли к нам сегодня. И нам вот надо заканчивать, наверное. Да. И какое ваше пожелание такое самое? Я понимаю, Новый год еще далеко, до Нового года еще много-много. Мы еще встретимся, да, надеюсь, и вы еще новогоднее пожелание сделаете. Что вы хотите нашим радиослушателям сказать? Ну, во-первых, зрителям. Во-первых, я уверен, что среди радиослушателей есть много сотрудников Министерства внутренних дел, которым завтра, 10-го, исполняется 100 лет со дня образования. Я хочу их поздравить с юбилеем, шикарным юбилеем. Действительно, люди, которые обеспечивают правопорядок в республике, люди, которые несут боевое дежурство, круглосуточное боевое дежурство. И я бы хотел каждого из них поздравить с этой знаменательной датой, пожелать им доброго здравия, семейного благополучия и успеха в службе. А после эфира, как правило, фотография на память. Мадина Валиева, Алим Бетеев. Информационный выпуск сегодня. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра, 11 ноября. В Знаурском районе республики завтра, 11 ноября, переменная облачность. Днем температура воздуха плюс 11, ночью плюс 5. В Циовском районе также переменная облачность. Днем 11 градусов тепла, ночью плюс 5. В городе Квайса переменная облачность. Днем плюс 9, ночью 5 градусов тепла. В Ленингорском районе Южной Осетии переменная облачность. Небольшой дождь, днем плюс 13, ночью плюс 6. В столице республики в Цхенвале переменная облачность. Днем плюс 12, ночью плюс 6. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джоева. Желаю вам всего доброго и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова